Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся и сегодня давайте приготовим классическую королевскую ватрушку по старому советскому рецепту. Для приготовления потребуется 2 стакана муки объемом 250 мл, это ровно 320 г. Добавляем щепотку соли и чайную ложечку разрыхлителя, это ровно 6 г. 1 стакан сахара, это 180 г. И чайная ложечка ванильного сахара, 5 г. Соединяем тщательно все сухие компоненты, разрыхлитель, кстати, можете заменить щепоткой соды. Берем 200 г подмороженного, хорошо охлажденного сливочного масла, обмакиваем его в сухую смесь и натираем на крупной терке. Также, как вариант, можно воспользоваться кухонным процессором, чтобы облегчить себе работу. Натираем все масло, периодически обмакивая его в муку, чтобы лучше натиралось. Натертое масло, перетираем все тщательно во влажную крошку с сухими составляющими. Крошка должна получиться достаточно влажная. Можно перетирать двумя руками между ладонями, но слишком масло не грейте, чтобы все-таки оно не таяло от тепла рук. Стараемся сделать это быстро. Как проверить? Крошка должна быть сыпучая и в то же время, если вы ее вот так возьмете и сожмете в ладони, в кулаке, она должна легко формироваться и также легко рассыпаться обратно в крошку. Это значит, крошка хорошая. Берем форму. У меня форма разъемная, диаметром 26 см. На донышко просто защелкнула кусок пекарской бумаги. Можно смазать бортики, я не смазывала. Делим визуально подготовленную крошку на две части и высыпаем, выкладываем половину крошки на дно. Слегка придавливаем, формируем донышко. Можно сделать небольшой бортик 1-1,5 см высотой. Слегка утрамбуйте крошку, чтобы сформировался бортик. Кстати, пекарскую бумагу делайте с небольшим таким зазором, чтобы в случае, если вдруг капельки масла какие-то подтают при выпечке, не капало на дно духовки, не горело масло. Для начинки берем полкилограмма творога. У меня вот такой пастообразный. Четыре яйца. Стакан сахара. Тоже 180 грамм. И 10 грамм ванильного сахара. Просто все перемешиваем венчиком. Ничего взбивать не нужно. Перемешиваем до гладкости, до однородности. Если вы будете использовать обычный русский классический стандартный творог, манную крупу не используйте. Достаточно яиц и творога. Все хорошо схватится и запечется. Так как у меня творог пастообразный, по типу немецкого кварка, я беру еще 2 столовые ложки манной крупы. Либо можно взять 2 столовые ложки кукурузного крахмала по желанию. Потому что достаточно жидкая, как вы видите, начинка из такого пастообразного творога выходит. Если творог нормальный, классический, не нужно. Никакие загустители брать. Выливаем подготовленную начинку и выкладываем вторую часть крошки. Осторожно, так нежно присыпаем равномерным слоем. Духовка к этому моменту уже должна быть разогрета на 180 градусов. И отправляем подготовленный пирог выпекаться в духовку. Выпекается пирог до золотистого цвета в среднем 50-60 минут. Я всегда выпекаю 60 минут. Даем ему охладиться слегка в форме минут 15. Проходимся по бортику и вынимаем. Я еще слегка украсила вот таким вот цветочком, присыпав сахарной пудрой. Полностью его охладила. И давайте посмотрим, какой пирог получается на разрезе. Тоненькая донышко, нежная ванильная творожная начинка по типу чизкейка. И сверху замечательная хрустящая посыпка, хрустящая крошка, которая придает всю прелесть этому пирогу. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам ватрушек. С вами была я, Олеся. До скорой встречи. Поддержите меня пальцем вверх. Подпишитесь на канал. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока. Скоро увидимся.